Традиционно фестиваль «Робофест Сочи» проводится на базе станции юных техников в Центральном районе и собирает юных любителей робототехники не только нашего города, но и Калмыки, Абхазии, Ростовской области, Астраханской, Краснодарского края. Всего 84 команды, около 300 участников. Есть разные задания на поле, где ребята собирают робота, программируют его, и робот должен выполнить определенные задания на этом поле за ограниченное количество времени. Тем самым он зарабатывает баллы, таким образом определяются места. Самая многочисленная команда «Сочинская» – 96 человек, а вообще в городе робототехника увлекается более 2000 ребят. Возраст участников фестиваля – от 6 до 18 лет. В лаборатории станции юных техников они проведут три соревновательных дня. А уже по итогам первого определился лидер в направлении «Хеллоу-робот» в категории «Перевозчик». Это подростки из Анапы Семен Каремулин и Григорий Жирлицын. «Переработаем сам захват, возможно, сделаем его побольше, чтобы уже захватывать не один, а два куба. Будем работать дальше над самой программой, чтобы сделаем его, робот еще умнее». У ребят есть возможность успешно писать олимпиады по физике, а в случае выхода в призеры получить дополнительные 100 баллов к ЕГЭ. Победитель же всероссийского этапа «Робофест» вообще становится без вступительных экзаменов студентами МГУ. Но чтобы добраться до этой ступени, надо преодолеть сначала региональные. Стараются и самые юные. «У него есть датчики линий и эффект памяти. Куда его на белую отвел, он запоминает и крутит колесо, в какую сторону он ушел». «Это интересно. Благодаря этому ты узнаешь много нового. И благодаря этому в будущем ты сам сможешь изобретать полезные вещи». В этом году на фестивале за основу взята тема воды. Ребята постарше будут работать над уменьшением уровня загрязнения водоемов. Дети по своим проектам сконструируют роботов, которые помогут сохранить водные ресурсы планеты. Таких роботов можно будет увидеть в третий день соревнования. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.